Похоже, когда вешали этот проектор, очень боялись, что он упадет кому-то на голову. Поэтому не пожалели кабельных стяжек, чтобы надежно привязать его к потолку. Немного досадно, что они не слышали о нормальных вариантах крепления. Какие нитки? Какие пуговицы? Это же все ненадежно и отрывается. Если уж скреплять порванную одежду, то намертво. Болтами, например. Ну а что, его уже так просто не оторвешь. А мне нравится такой подход к делу. Зачем нужно покупать специальные подвесы для телевизоров в какие-то странные подставки? Это все ерунда. Ведь можно просто взять и прикрутить телевизор саморезами прямо к стене. Вот это я понимаю надежность. Привет, с вами канал Фактория. Человека, конечно, понять можно. Это обидно, когда бампер отваливается. Но неужели ездить как ежик с торчащими во все стороны кабельными стяжками считается нормальным решением? А вы думали, что у железного человека жизнь легкая? Как бы не так. Вот попадет он в руки к таким мастерам крепежа, и все. Репутация навсегда испорчена. Смотрите и учитесь. Если вам нужно будет перевозить сыпучие материалы, главное не забудьте их перетянуть узеньким ремнем. Вот теперь они точно не рассыпятся по дороге. Приятно, когда при перевозке вашего автомобиля о нем хорошенько позаботятся. Тут ведь что главное? Главное хорошенько закрепить, верно? Вот пусть потом попробуют владельцы этих авто сказать, что их недостаточно хорошо закрепили. А то, что двери погнулись, так это мелочи. Чем больше шурупов, тем надежнее крепление. Ну логично ведь, разве нет? Вот в этом случае так и рассудили, и все свободное пространство в стене заполнили лишними шурупами. Что за несправедливость? Покупаешь себе модную современную машину, гоняешь на ней довольный по городу, ровно до момента, пока не появляется необходимость перевезти какую-нибудь коробку. Она же не лезет никуда. О чем вообще думали инженеры, создавая машину без нормального багажника? Все, в следующий раз беру газель, она практичнее. Главное не говорить этому человеку, что не каждое отверстие нуждалось в креплении. Расстроится ведь человек, столько времени потратил. Использовать кабельную стяжку вместо звена на велосипедной цепи? А неплохая ведь идея на самом деле. Думаю, это нужно патентовать как официальное средство ремонта. Послушайте, такое впечатление, что без упаковки стяжек из дома выходить вообще нельзя. Для чего их только не используют. Вот, даже прицепы крепят. Хотя я бы не рискнул доверять такому методу. Вот спрашивается, для чего придумывали грузовики с нормальными кузовами? Неужели для того, чтобы перевозить сыпучие материалы? Ну нет, бред какой-то. Мы будем перевозить их на платформе. Хорошенько привязав, разумеется. Гайка не подходит к болту? Да не проблема. Сейчас мы забьем парочку дополнительных винтиков и будет стоять намертво. Хорошо, что еще не додумались делать гайки, подходящие по диаметру к болтам. А то жить бы скучно стало. Когда устанавливаешь камеру видеонаблюдения самостоятельно, а не приглашая для этого специалистов, то приходится обходиться подручными средствами. Например, вы знали, что канцелярские кнопки отлично подходят для этой цели? Ну, наверное, в этом есть какая-то логика. Просто нам она недоступна. Но не могли же они случайно установить абсолютно все опоры так ненадежно? Вот это я понимаю сейф! Это вам не все эти железные ящики с кодовыми замками, вмурованные в стену. Картонная коробка с висящим на ней на проволоке замком? Вот что по-настоящему озадачить любого грабителя. Да и не грабителя тоже. Сохранять старые деревья – это очень похвальная цель. Но конкретно эта подпорка почему-то не вызывает никакого доверия. А вам уже попадались такие интересные случаи в жизни? Если да, то обязательно присылайте свои фотографии по ссылкам в описании. Приятно все-таки, когда людям доверяют. Ну, не закрывается полностью банкомат, не беда. Его можно аккуратненько скотчем подклеить, чтобы не распахивался. И пускай люди пользуются на здоровье. Что нужно делать, если у вас падает дом? Сносить его нужно, причем чем скорее, тем лучше, пока никто не пострадал. А они тут что устроили? Неужели кто-то верит, что такие подпорки могут спасти ситуацию? Вот страшно, наверное, ехать остальным машинам в потоке рядом с таким грузовиком. Столкнуться с другой машиной на дороге – это еще куда не шло. Но осознавать, что она может упасть на тебя сверху – это уже слишком. Неважно, сколько человечество придумало вариантов крепежа – основательного, надежного, который выдержит огромный вес, все равно все будет держаться на сопля... Кхм, простите, на кабельной стяжке. Надежность этого замка просто зашкаливает. Остается надеяться, что воры попадутся культурные, и чисто из уважения к висящему замку не отломают его крепление. Когда кто-то берется сам крепить уличное освещение, лучше проверить, как это сделано. Потому что оголенные провода и дождь – это очень плохое сочетание. Но коктейльный зонтик все спасает. Хотя это не точно. Если в вашей бригаде не на что крепить оборудование, то это отличный повод пообедать. Все поели, собрали тару, подставили ее под оборудование, и все, проблема решена. Как вы думаете, сколько весит такой бойлер с водой? И как вы думаете, способна ли такая хлипкая подпорка выдержать такой вес? Но, видимо, пока выдерживает, что не может не удивлять. Вот кто додумался делать такие узкие скамейки? На них же поспать нормально нельзя, живот свисает! Но тут выручает правильно подобранная подставка. Так что за послеобеденный сон можно не переживать. Почему людям так сложно использовать в качестве ручки на двери нормальную ручку? Обязательно нужно придумать какую-то сомнительную по надежности конструкцию из скотча. Ложкой вместо шпингалета вообще никого не удивишь. А главное, это ведь вполне функциональная конструкция. Дверь закрыта действительно надежно. А вот использовать вилку в качестве подвеса для видеокамеры вряд ли рекомендованный метод установки от производителя. Похоже, что столовые приборы – вообще незаменимая вещь в хозяйстве. Хотите покататься на роликах? Что ж, роликов нет, зато есть отличное решение этой проблемы. Берете старые ботинки, колесико от офисного кресла, соединяете все это скотчем и вперед кататься! Вот что бывает, когда у человека слишком много замков и слишком мало интеллекта. Хотя вообще, за ворота можно быть спокойным, ни один грабитель не будет связываться с такой конструкцией. Вот это более понятное решение – замок, закрепленный на резиночках. Его даже открывать не надо, чтобы попасть в шкаф. Думаете, что вы живете в неблагополучном районе? Ну-ну, скажите, а у вас лампочки цепями к потолку приковывают? Если нет, то можете считать, что вам повезло. Кому нужны фирменные подставки от Apple, если можно собрать свою собственную подвесную всего лишь из нескольких вешалок? Определенно, это самый странный способ крепления смартфона, который мне доводилось видеть. Привязать его к бетонному столбу при помощи шнурков от кроссовок, причем сами шнурки остаются в кроссовке. Это уже за гранью реальности. Да что людям не нравится вообще? Ну да, примотали душ скотчем к стене вместо правильного крепления, но ведь держатся же! Вам когда-нибудь доводилось запирать ворота на сосульку? Надежность этого метода, конечно, оставляет желать лучшего, но в оригинальности ему точно отказать нельзя. Если у вас возникает вопрос, для чего учить физику и геометрию в школе, посмотрите внимательно на эту фотографию. Без знания этих предметов сделать такой подвес для телефона у вас точно не получится. Все знают, что самый надежный ремонт в мире при помощи скотча. Поэтому не стесняйтесь заклеивать пробитое колесо вашего авто именно скотчем. Толку, конечно, никакого, но выглядит эффектно. Как они умудрились построить эту колонну? Она же вроде из кирпича, так как они умудрились ее построить сверху вниз? Про супернадежную подпорку из деревяшек я уж и не спрашиваю. Что делать, если багажник вашей машины не закрывается? Сразу говорю, починить замок – это слишком скучный вариант. Гораздо веселее приклеить багажник полосочками изоленты. Сколько уже потеряно в мире наушников AirPods – это же настоящее проклятие нашего времени. Хотя вот человек придумал незатейливый способ, как с этим бороться. Приклеиваешь наушник к уху скотчем и уже можно не переживать, что он выпадет. Не хотелось бы мне жить в доме, где вся стена держится на скотче. Надежным такой вариант точно не назовешь. Как сделать так, чтобы провод не выпадал из ноутбука? Да просто закрепить его понадежнее. Пара метров скотча отлично решают эту проблему. Определенно, это очень-очень надежный ремонт стены. Они бы хоть объяснили людям, для чего нужны кирпичи, а то это, похоже, задачка не для средних умов. И почему мне никогда не приходила в голову мысль закрывать двери на прищепку? Все время какие-то замки, засовы, шпингалеты. А нужна была всего лишь обычная прищепка. Видимо, к надежности этого балкончика есть какие-то вопросы. Не зря же его решили подпереть березовой дубиной. Хотя к ее надежности тоже есть ряд вопросов. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки мы очень надежно спрятали в описании. Субтитры сделал DimaTorzok